В Ломне прошел мини-чемпионат мира. Так, во всяком случае, назвали турнир по мини-футболу его организаторы и участники. Почему, узнала Лариса Панина. Рарат, Памир, Пахтакор, Шахтер, Нефтяник, Черноморец, Динамо, Спартак, Локомотив – несколько десятков легендарных футбольных команд прославили свои союзные республики во времена Советского Союза. В День России спорткомитет и администрация города решили возродить былую славу и организовать турнир по мини-футболу среди команд различных диаспор, существующих в нашем городе. Я встретился с представителями диаспоры Армении, Таджикистана, Узбекистана, которые сразу же изъявили желание поучаствовать. Сами предложили, говорят, давайте мы с детьми придем. Сначала дети играют, а потом играют взрослые. Мы поддержали это, приготовили сувениры, подарки. Турнир дружеский, товарищеский. Турниру с легкой руки председателя спорткомитета Александра Слепова было дано название «Дружба народов». Атмосфера здесь, несмотря на всю жесткость игры на поле, стояла поистине товарищеская. То, чего нам порой не хватает в повседневной жизни последние два десятилетия. Ну, нам не хватает, мне кажется, скоро будет все нормально. В игре, конечно, они более дружные, как бы не ругаются, ничего. На улице очень страшно ходить. То есть, я так думаю, что семье-то вашей пришлось испытывать? Ну, конечно, не раз все бывало. Как вы думаете, мы когда-нибудь вернемся к настоящей дружбе народов на улицах? Надеюсь, вернемся. Хотелось бы. Добьемся. Все будет хорошо, все будет как раньше. Я надеюсь. Сейчас, мне кажется, время уже пришло тому, что пора уже как бы дружно смотреть и доказывать спорта. У нас здесь ребята общаются, дружат, смеются. Ну, все хорошо здесь. Противостояние и соперничество должно быть только на поле на футболе. Играли по круговой системе. Все со всеми. Каждая из четырех сборных провела три непростых, даже непредсказуемых игры. Сейчас играл Узбекистан, играл со сборной России. 4-3 выиграл Узбекистан. Хотя все как бы ориентировались, что выиграет сборная России. Недооценили соперника. Сюрпризов много здесь. Россия недооценила не только Узбекистан, но и Армению, проиграв 3-6. Но обыграла Таджикистан 12-2. Для Армении все игры стали победными. С Россией 6-3, Таджикистаном 6-0, Узбекистаном 1-0. Узбекистан, кроме победы над Россией, обыграл еще Таджикистан 3-0. Все участники турнира доставили истинное удовольствие болельщикам. Александр Александрович комментирует очень зрелищно, интересно, вспоминает наших футбольных корифеев. Все это и на таком хорошем эмоциональном подъеме. И игра очень зрелищная. Игра идет. Приятно смотреть. И самое главное, видно, как они с таким азартом, с таким настроением. Ну и пропаганда все-таки, здоровый образ жизни. Хочу отметить, что действительно в Лобни футбол развивается, динамично идет. И сейчас все больше. И уже все поколения, и у нас и взрослые играют, и дети, и юноши. Вообще футбол любите? Люблю. Я с детства играл в футбол. Почему сегодня не на поле? Ну, сегодня уже 50 лет, да, возраст, уже не можем играть. Сегодня такой праздник, что вспомнили молодость. Играют хорошо ребята. Ну, я, конечно, в первую очередь болею за армянскую команду. А где так тренируется армянская команда, что побеждает? Они во сне играют в футбол. Красивый футбол играет молодежная команда, взрослая команда. Показывает красивый футбол. А тренируются все в разных местах. Мы очень довольны, очень хорошо. Показались национальные такие, значит, черты всех команд. Показывает. И узбеки красиво сыграли. Это действительно плаздник нам организовали. Почаще бы такое, чтобы молодежь была занята спортом. Очень приятно, хорошо. Этот звучок, Александр Александрович, по-моему, все собирался раздать. Но мне досталось. Праздничный день сегодня. День России. Хорошо, молодцы, организовано все. Лебедишки себя проявляют здорово в матчах. И взрослые тоже борются. Какое настроение? Хорошее. Узбекская команда обыграла? Да, Россию. Как получилось? Очень весело, круто. Вы тебя ожидали? Мы играли за победу только. За кого болеешь? За папу. Ну, я записан, только у папы нет времени, чтобы я ходил на студион. Мечтаешь тоже быть футболистом? Да. Возможность воплотить мечту в жизнь Александр Александрович предоставил восьмилетнему Роме тут же. Давай, готовься, будешь играть. Договорились? Держи. Для детских команд соревнования стали по-настоящему турниром дружбы. Был вратарем в каких командах? В Армении, Таджикистане и Узбекистане. Я русский, но играю за Армению, потому что в России не хватило места. А очень хотелось поиграть. Как играется в команде? В пас. Без агрессии. Без заранее всякого. То есть соперничество дружеское? Ага. А все вместе играли за красивый футбол. Просто сказали, кто хочет, может выступать. Я согласился за свою сборную поиграть. Как тебе вот игры взрослых? Ну, мне нравится, как они играют. Играют, ну, конечно же, может быть, на уровне чемпионата мира. Футбол-то сама по себе командная игра. Если ты не будешь там, например, не пасоваться и все такое, то, ну, не получится нормально сыграть. Жесткая игра старшая? Ну, да. Какое впечатление? Отличная. А что такое хороший футбол? Ну, это когда командная игра. И когда друг другу помогают, играют в пас. И когда один за всех, и все за одного. Когда одновременно все, хочется смотреть и играть. На что рассчитываете? На победу. Ну, например, сборная России очень трудно будет играть, потому что все очень хорошо играют. Давно здесь тренируются. И тоже выигрывают. Но будем стараться выигрывать тоже их. А это важно победить? Для меня это важно, да. Быть первым. Первой среди детских команд стала сборная России. У Армении второе место. Узбекистан поднялся на третью ступеньку пьедестала почета. У Таджикистана четвертое место. Среди взрослых команд впереди сборная Армении, набравшая 9 очков. На втором месте Узбекистан 6 очков. Третье место и 3 очка у России завершает список Таджикистан. День России – это самый наш молодой государственный праздник. И очень символично, что данный турнир проходит в этот праздник. Надеемся, что он будет ежегодно проходить. Количество команд будет увеличиваться. И это будет еще одной красивой, хорошей, правильной традицией в нашем городе. Организовано очень хорошо. Мы очень рады, что сюда позвали как-то играть. Кого сегодня на турнире не хватает? Девчонков, конечно. Приятной новостью стало сообщение, что поле для мини-футбола уже по-настоящему круглогодичное. Оно теперь уже с подогревом? Да, уже можно, уже все. Мы готовы к зиме. Николай Николаевич обещал нам технику, потому что за этим полем надо следить. Здесь много нюансов. Николай Николаевич это все прекрасно понимает. Стараемся, чтобы нашим жителям, детям было хорошо и приятно заниматься спортом. Завершился праздник спорта и дружбы народов приготовленными представителями узбекской и таджикской диаспор, сочным пловом и шашлыком для всех участников. Лариса Панина, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня». Лариса Панина, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня».